Более 20 тысяч зрителей по всему миру. С такой цифрой, которая будет продолжать расти еще всю следующую неделю, прошла церемония закрытия 11-го Одесского международного кинофестиваля. В этом году церемония награждения, как и весь фестиваль, прошла в онлайн-режиме. По доброй традиции были объявлены победители в категориях «Лучший европейский документальный фильм», «Лучший короткий и полный метр национального конкурса», а также отмечены самая яркая режиссерская и актерская работа международных и отечественных деятелей киноискусства. Лучшим фильмом среди европейской документалистики стала картина «Военные каникулы». Также специальным дипломом от жюри выделили ленты «Земля Гевара» и фильм «Перед оркестром». Международная федерация кинопрессы в этом году отметила «Украинский бес» и короткометражку «Чачо», которая, по мнению жюри, раскрывает нетипичную для Украины тему нетрадиционных отношений. Национальный конкурс в этом году возглавил полнометражный фильм о последствиях чернобыльской катастрофы «Не все будет хорошо» в номинациях «Лучший полнометражный фильм» и «Лучшая режиссерская работа». Уже второй год подряд зритель может почувствовать себя в качестве профессионального члена жюри и выбрать своего победителя. Наибольшее впечатление на киноманов произвел фильм в жанре анимации «Виктор Робот». По словам режиссера Анатолия Лавринишина, такой успех у зрителя говорит о том, что украинские мультфильмы вышли на новый уровень, который способен заинтересовать как ребенка, так и взрослого. Претендент на «Оскар-2021» фильм «Атлантида» украинского производства стал лучшей картиной международного конкурса. Жюри отметили интересную подачу темы и выбранное режиссером время в картине. События ленты происходят в 2025 году после победы Украины в войне на Донбассе. Впервые «Атлантиду» показали на Венецианском кинофестивале в прошлом году, где фильм стал лучшим в секции «Горизонты». Теперь в коллекцию режиссера прибавится новый «Золотой дюк». С 5 ноября зрители смогут увидеть картину в прокате. Пусть сам фестиваль уже подошел к концу, но у кинолюбителей в запасе есть еще целая неделя, чтобы насладиться лучшими фильмами этого года на официальном сайте.